Изначально на роль Сани Долла была предложена актеру Анил Капуру. Роль комиссара, который сыграл Ану Памхер, изначально была предложена актеру Дилипу Кумару. Но по непонятным причинам Дилип Кумар покинул проект, и после чего из проекта ушел Анил Капур в знак солидарности, поскольку Дилип Кумар был его учителем. Актриса Сону, которая играет дочь актера Раза Мурада в фильме, в реальной жизни является его племянницей. Актеры Санжая Дату первоначально предложили роль Рави Матхура, который в конечном итоге сыграл Джей Ишроу. Но он отказался, так как чувствовал, что эта роль слишком незначительна для него. Реиссер фильма Раджи Фрай и одна из актрис, трое из гневных мужчин Сону, сблизилась во время съемок этого фильма, а позже поженилась. Актер Инна Сурдин Шак изначально думал, что режиссер фильма Раджи Фрай пригласит его только в незначительном роли в этом фильме. Он понятия не имел, что в конечном итоге получит главную роль. Он был шокирован предложением и принял фильм. Раджи Фрай и Инна Сурдин Шак всегда разделяли хорошую дружбу. Актеры Шакти и Капуру предложили сняться в этом фильме. Но из-за денег и расписания сделка сорвалась. Фильм «Трое из гневных мужчин» – это единственный фильм, где Матхури Дикшит и Санни Ду сыграли как полноценную романтическую пару. Актеры Миткуну Чакраболки сначала предложили роль на Сурдин Ишаха, но он отказался, так как был слишком занят другими фильмами. Цензурный совет грозил, что он запретит показ фильма. Они сказали режиссеру Раджи Фрай, что это жесткий фильм, в котором трое главных героев идут против закона страны. Раджи Фрай сражался до конца и победил. Фильм не проходил цензуру в течение трех месяцев. Это один из последних крупных фильмов композиторов Калянжи Ананжи. Музыка фильма была одной из главных причин успеха этого фильма, поскольку практически все песни из фильма «Трое из гневных мужчин» были очень популярны. Фильм был переделан на версии телегу. Фильм был критически и коммерчески успешным в прокате и стал третьим показанным сбором фильмом 1989 года. После фильма «Я полюбил Салмана Кхана» и «Рамбла Кхан Ани Лукапура» и выиграл три премии из шести номинаций Filmfarevers на 35-й церемонии награждения. На этом все. Если вам понравилось видео, подписывайтесь и поставьте лайк. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok